Мы начинаем писать. Смотрите на нас. Друзья, здрасте. Вы, наверное, уже видели первую часть этого видео. Там была прослушка. Если не видели, то, ну, посмотрите. Самое время. А это программа «Разговоры». Сегодня у меня рядом со мной сидит Вань Дорн. Я думаю, что вы все его знаете и уверен, что вот сейчас там за экраном вы хлопаете и радуетесь тому, что видите эту картинку. Вань, привет. Привет. Знаешь, мы с чего начнем? Мы начнем с того, что, во-первых, мы в Ташкенте. Солнечный город. Я за сутки проехал три страны. Ваня, я уверен, ты для тебя с Парижа напрямую сюда? Да, семь часов. Был перелет. Так далеко я не забирался еще. Ну, конечно, есть прикол в том, что абсолютно солнце, безоблачное небо и плюс 12. Я вот хожу, собственно, в футболке и просто в жилет. Да, легкая курточка сегодня выскочила, солнышко. И так меня обняло. Я так этому возрадовался. Я просто, знаешь, мне иногда нравится выходить на улицу, когда солнышко, ты понимаешь, что оно давно на тебя не падало. И ты такой выходишь и просто становишься. И вот так вот глазки закрываешь и балдеешь. А здесь оно такое желтенькое, желтенькое еще. Под закат. Знаешь, когда уже... Ну, оно еще есть, оно сияет, оно еще греет, но оно уже очень желтое. Я такое очень люблю. Оно прям как покрывальце меня, хоп, накрыло узбекское, узбекское... Узбекское, да, черт. Узбекское солнышко. А скажи мне, ты тот человек, который может идти, на тебя попал луч солнца. И ты настолько прокайфовал, что решил даже пританцовывать. Что в столб? Не, не, готов пританцовывать на жубе на улице. Конечно, конечно, да. Нет, я вообще на сумасшедшего похож городского. Особенно раньше. Сейчас, конечно, надо держать себя в руках. Иногда понимаешь, что, блин, в камеру попадешь. Хотя нет. Нет, нет. Вру. Не так. Все-таки меня это меньше парит. Но просто когда ты об этом задумываешься, все равно как-то оно тебя стесняет. Но в целом я могу и сам с собой разговаривать. Вот типа идешь. Да как? Почему? Я не понял. Нет, я этого не видел. В смысле? Ну, я подошел к тебе. Ну, то есть я репетирую какой-то разговор, какой-то кому-то ответ. Проговариваю вслух, отыгрываю. Прям все как надо. Даже если этого разговора и не должно состояться вообще в целом. То есть я себе что-то придумал, какой-то потенциально. Или же, я не знаю, оттанцовывать. Это вообще лепесточки. По сравнению с тем, насколько я сумасшедшим могу быть на улице. Ну, у людей ведь и у многих есть зажимы. И они действительно думают, что все на них смотрят, что плохое про них подумают. И мне кажется, это классный навык. Забить на все и просто кайфовать, как тебе вот хочется в моменте. Я их разубеждать не буду. Во-первых, да, смотрят. Во-вторых, да, подумают. Сто процентов. И так делают всегда, и было всегда. Ну, разве это важно? Нет. Мне вообще не важно. Кому-то это важно, мне абсолютно нет. Пришло время стихотворения? Да. Вот так я и пришел. Пока Ваня ищет, я расскажу, что он приехал в Узбекистан на празднование одного большого бренда. И мы вот только за кадром встретились. Он говорит, блин, у меня есть стих классный про них. И я говорю, подожди, подожди, сейчас мы его послушаем. Возможно, мы запикаем название бренда, а возможно, нет. Ну, слушай. Подумаем это. Смотря сколько раз ты его упомянул там. Так, значит, стих. Для того, чтобы вы понимали, сколько я пишу стихов. Вот смотрите. Вот стих для каждого концерта, на котором я выступал. Я всегда перед выступлением пишу стихотворение. Иногда два. Все зависит от настроения. Вот смотри. Сейчас. Вот я пойду вот так просто скролить. У меня просто очень плохо видно этот самый. Сейчас видно? Близо, да. Смотрите. Вот это все. Вот это все. Я писал только с 2019 до 2023. И еще не все стихотворения. Раньше я еще писал на бумажках. Оно еще скроллится? Да, да, да. Еще скроллится. Отлично. Вот это вот все. Вот это все. Скроллится еще? Вау, какой красавчик. Скроллится еще? Возможно, там видео бумеранга, по-моему. А все, вот сейчас. Вот закончилось, да? Вот датируем. Последнее стихотворение. Это вот 18-й год, Краков. Я еще и написал его на польском. Тут есть Барзо Вильготне. Короче, это сложно. Я его репетировал наверняка с теми, кто мне помогал его писать. Однажды с дождливым осенним приветом заехал в Ташкент музыкант. Заехал и сразу же в рот сигарету. Ведь без сигареты никак. Но вдруг из крестов вылетает какой-то спортивный, красивый чувак. Он делает сальто, рандат, колесо и садится в конце на шпагат. Ты кто, блин, такой музыкант, разумеется, сразу же задал вопрос. Я местный агент по борьбе с сигаретой. Работаю в фирме... Коль хочешь быстрее забыть сигарету, пойдем-ка в кусты поскорей. И наш музыкант согласился на это, в кустах получив пиздюлей. Он тут же, конечно, забыл сигареты и больше не брал никогда. Спасибо агенту из ниоткуда, который исчез в никуда. Теперь музыкант с благодарностью ездит на каждый корпоратоз, в котором гуляют борцы сигареты и сотрудники фирмы. Быть может, когда-нибудь он снова встретит до боли родное лицо, а внимет агента и скажет приветик опять под каким-то кустом. Вот так. Вот это да. Я правильно понимаю, что перед каждым концертом, независимо от того, это твой концерт, или даже если это корпоратив, ты стараешься сделать какую-то вот такую индивидуальную штуку? И это все-таки было навеяно вот просто постсором? Нет, нет, нет. Я всегда перед каждым концертом... Еще я тебе читаю один стихотворение. Андрей. Юбилей, 18-й год, 2-е мая. Телец Андрей. Андрей Телец. Андрей, посмотри, сколько у тебя друзей. Все в долгу перед тобой, потому что ты Андрей. Всю планету меценатишь, в мире нет тебя добрей. Только ты и не иначе, потому что ты Андрей. На нем сходятся законы европейских ассамблей. Любит он Ивана Дорна, но при этом он не гей. Уважает президенты и дрожит любой злодей. Он решает все проблемы. Вот проблема, вот Андрей. Будь здоров, наш именинник. Не робей и не болей. Я желаю быть Андрею с каждым годом. Молодей. И начинаю. Самая любимая. Вы не понимаете всего Цимуса, но тут у нас за кадром. У нас снимают сегодня ребята из пространства МОК. И у нас стоит Андрей, который собирал весь этот сетап. И говорит, что он мне не отдаст кусочек, вырежет себе и будет пользоваться. Говорит, что ему Дорн сам записал. То есть перед каждым абсолютно концертом я сочиняю стихотворение. Почему для меня это важно? Во-первых, потому что я не лаконичен, если я говорю предложение. А если я пишу стихотворные формы, это лаконично. И по факту я отрезаю все лишнее, потому что нужно попасть в рифму, сочетать, удерживать ритм. Ну, короче, стихотворение. Все, это раз. Во-вторых, первое лаконичность. Во-вторых, это дает понять людям, которые пригласили меня к себе на выступление, что я благодарен, я с ответственностью подхожу, я знаю, кто они, я познакомился с их историей. Я всегда прошу мне выслать, кто это, что. Вообще, перед тем, как мы подтверждаем какие-нибудь корпоративы, я прошу, чтобы мне обязательно высылали информацию, что за компания, чем занимаются, какие предпочтения, какую музыку слушают и все остальное. И потом мы уже соглашаемся или нет. Правильно ты говоришь, я об этом и подумал, что по факту, ты же не просто там приехал, отбарабанил, как-то корпорат и отъехал, ну, уехал, я имею в виду, а действительно это вот какой-то уровень погружения. Ну, да. Заказчик условный, он же всегда должен там, я думаю, что он сильно ценит. Наверняка там есть куча хвалебных штук. Конечно, конечно, но мы в целом приезжаем только тем, кто очень ценит, потому что мы не любим участвовать в тендерах, типа, вот этот хочет кого-нибудь, а какую цену вы можете предложить? Не-не-не-не-не. Мы едем туда, куда конкретно хотят нас. Давай, раз мы говорим про корпораты, пообсудим вопрос... Денег. А я-то знаю, в чем я. Нет, обсудим вопрос. Тебя заявляли трижды на мероприятие в Алматы. И они трижды приносили. И я знаю, что там была какая-то... Да, простите, пожалуйста. Забыли купить билет, что-то там такое. Слушай, вот с этим, конечно, лучше поговорить с моим концертным директором и моей подругой Екатериной, потому что она вела с ними беседу. Но она, конечно, передавала мне, что происходит. Она все ограничивалась тем... Она, кстати говоря, очень мягкая. Вообще обалдеть. Я тебе говорю, я в разговоре... Она мне настолько аккуратно написала, что организаторы проебались, что я такой, типа, боже мой, как ты это сделаешь? Ты очень утончен. Да, что я сам даже не могу до конца это озвучить, понимаешь? Но в целом... Ну, короче, это было проблематично. Ничего... Я все равно желаю фестивалю этому быть, и пусть все будет успешно, и дай бог, что в следующем году мы на нем появимся. Ну, нужно... Ну, пусть это будет уроком и для нас, и для них. Нужно отметить, что несколько изданий в Казахстане, в Алматы в частности... Разъебали меня? Наоборот. Они брали комментарии у организаторов во многом, потому что действительно тебя ждали там. Когда ты первый раз был в Алматы? В 19-м? Да, я был на ОЮ, наверное, у Айсултана последний раз, на фестивале. А может быть и на юности. В этом году, подожди. Нет, нет, нет. Я в 22-м был, по-моему, да. Но боялись за то, что я буду говорить какие-то очень сильно патриотичные вещи, ну, как украинец. И они, ну, как бы переживали. И под ответственность Айсултана они сказали, что, пожалуйста, если можно сделать максимально неполитичным этот фестиваль, мы будем очень благодарны. Я знаю трех организаторов, которые хотели тебя привезти летом в пору всех фестивалей и всяких пикников и летних событий. И как минимум, ну, какое-то количество из них, если не все, действительно обсуждали эту историю. Это было в формате «Ой, а там будет слишком много про политику». А ты знаешь, организаторы фестиваля не переживали по этому поводу, потому что все знают, кто я, что я. И после 24-го мы еще раз расставили точки над «и», после 24-го февраля. Я посмотрел твое интервью у ребят в Риге, и, кажется, если они в Риге, говорящие головы. Это был май, наверное, да? Да. И я видел тебя абсолютно растерянного. О, да. И было прям больно смотреть. Ты имел полное право, во-первых, не прийти туда, отказаться в целом разговаривать. А уже придя разговаривать, ты имел полное право сказать все, что угодно. Но ты настолько деликатно, с пониманием и с какой-то теплотой отзывался. И вот твоя очень хорошая мысль, что там, ну, есть много долбоебов. Но это не значит, что вся страна такая, все люди такие. И твои отсылки о том, что там, вот эта фраза, которую ты сказал, что у меня там есть друзья, не знаю, мы давно не общались, но это друзья ли они еще. Я тебе просто за это благодарен, за то, что ты не ушел в радикализм, не отлетел башкой. Это было очень деликатно, это было очень человечно, что важно. И сохранить в себе эту человечность, это большое дело. Спасибо тебе. Слушай, человечность и искренность, это вообще, наверное, одни, такие, знаешь, у меня, это для меня моральные ценности очень важные, от которых строится моя поведенческая восстановка и отношение к людям и к жизни. И я очень счастлив, что мне вот повезло не застать тот ужас, вот лично, вот глазами. Потому что хрен его знает, как бы я сейчас себя вел, как бы я рассуждал и что бы во мне внутри поменялось. Потому что у всех, у многих, да у подавляющего большинства моих сограждан как раз вот этот страх и вся эта эмоция, все это очень-очень сильно, ну как бы последствия еще серьезные повлекли за собой. И они, допустим, не могут так миролюбиво, не миролюбиво, скажем так, с точки зрения какого-то понимания и, может быть, даже высматривания там более хороших, менее хороших людей, да. Они не могут этого себе позволить. У них вот радикальная позиция. И я их понимаю прекрасно. Но при этом мне очень сильно повезло, что я не застал это все. Париж, я знаю, что потому что Насте нравится. А, да. Я знаю, потому что было проще получить документы, их не удавалось получить. В Испании вы пытались, да, получить доки, сделать доки в НЖ? Мы в Испании, мы в Барселоне сначала были первый месяц, а там просто не получилось ничего снять. Не давали квартиру, требовали какие-то залоги, которых у нас тоже не было на тот момент. Блядь, это было очень сложно. Почему не Португалия? А Португалия почему не Португалия? Ну, потому что мы с семьей согласились, что она далеко находится от всего. Несмотря на то, что это Европа, это такая самая крайняя точка Европы, от которой далеко летать. Да не то чтобы там, ладно, в Варшаву, в которой мы тоже тогда часто бывали, но в какой-нибудь там Берлин, что-то, знаешь, Прибалтика, еще что-нибудь. Это всегда многочасовые перелеты получались. Соответственно, а Париж, это вот, ну, центр Западной Европы, как минимум. Да, оттуда далековато все равно лететь в Варшаву, но все равно это ближе, чем Лиссабон. И с другой стороны, знаешь, вот есть темпоритм у города. И вот внутренний темпоритм Лиссабона, он не обещает каких-то перспектив. Ты же все равно себе рисуешь какие-то успешные успехи на западной территории. И мне кажется, что ты можешь потеряться очень сильно, пропасть и зарыться в болото такое местного, местной индустрии музыкальной. А не хочется этого. А ты подвержен вот этому течению? То есть, если там город расслабленный, то ты сам немножко расслабляешься. Да, наверное. В Португалии абсолютно, да, она вот такая, она на Чили, мне кажется, даже на большем Чили, чем испанцы в Сиесту. Да, да, я, наверное, точно буду калиброваться под город, и он отобразится во мне максимально. Да что там, слушай, если на мне, на моем настроении отображается вообще наличие парка или неналичие парка из моего окна. Вот сейчас в Париже этого парка нет. Я вообще просто вижу напротив другой, стену своего же дома просто через, знаешь, как другой отсек. И с другой стороны тоже. Мы как в колодце каком-то живем, ну просто удобные, классные апартаменты, но из окна абсолютно ни хрена не видать. И это уже отображается на мне, потому что я не могу сказать, что я люблю Париж. Вы все еще снимаете или купили уже? Нет, мы еще снимаем, да. Прикинь, не могу, я не могу себе позволить купить. Надо еще поработать, пописать. Ну не могу не спросить, раз мы про это начали. У тебя было много концертов и корпоратов, я думаю, что было тоже немало. Ты не скопил или не пытался копить? Нет, смотри, не копил, конечно. Во-первых, какие-то деньги я сейчас вложил в Украине, в недвижимость и просто на какие-то фирмы, которые, как по мне, будут развиваться, несмотря ни на все. И для меня это тоже было принципиально, потому что я бы хотел инвестировать в Украину в самое несносное время. Так сказать, вот чтобы сейчас вот херах с усеком насобирать на квартиру, такого не получится. Ты сам вникал в историю с криптой или с какими-то штуками? Ну у меня, слушай, это интересная штука, потому что у меня почти большинство моих частных концертов, на приватных, это корпоративы для IT-компаний. Я знаю почти все IT-компании, которые были на тот момент в России, в том числе Беларуси, Украине, потому что, как оказалось, IT-шная среда очень близка с моей музыкой. Вообще-то, выходишь на сцену, 400 человек компаний или иногда 2000 человек компаний, и все знают мои песни, и не самые популярные. И я тогда понял, ага, вот эти головы, которые со мной резонируют в одной частоте. И когда я это осознал, я сразу понял, что я хочу окунуться в мир IT, и не только криптовалюты, но в целом, там, стартапов и чего-то еще. Вот почему я в Лиссабоне сейчас недавно был на веб-саммите. Именно поэтому я их погрузил в свой мир, теперь я хотел, чтобы они меня в свой мир погрузили, потому что у меня очень много друзей IT-среды, и, соответственно, вот я поехал на веб-саммит в Лиссабоне, самый большой веб-саммит в мире, по-моему, он самый крупный, 50 тысяч человек съезжается туда, все дорожает, я тебе уже рассказывал. И вот, собственно, там так было интересно ходить по этим стартапам и смотреть, что люди напридумывали. И разговаривать с ними. Но самое прикольное, это были печи. То есть сцена, выходит там по 10 человек в течение часа, и каждый представляет свой стартап, свои идеи, свои какие-то, они еще в зародыша. Сидят жюри, там представители каких-то там уже известных компаний, какого-то банка, потенциальные инвесторы. И ты им рассказываешь, вот у меня такой идеи, мы представляем, вот такое, оно будет синее, квадратное для всех детишек и бесплатно. И только сейчас они такие, ну хорошо. И начинают задавать вопросы. А что, как тра-та-та? И они как бы защищают, не защищают. И проходят финал, полифинал. Очень была классная компания, украинская компания Eslab. Мне она понравилась, потому что они сделали из мицелия и еще какого-то органического вещества. Придумали делать упаковки для всего. Для того, чтобы не было вот этого, знаешь, выкидывания вот этих там баплёнок. Типа биоразлагаемая упаковка. Да-да-да. Она просто биоразлагаемая, она очень прикольная, классно выглядит и полезно, и, ну короче, и не вредно. Инвестируйте, классная компания. Классная история про крипту. Давай. Значит. Я забыл, что ты мне про крипту в итоге спросил. Не-не-не, я просто... Тупо ушёл куда-то. Нормально, нормально. Это был какой-то примерно, наверное, там, может быть, десятый, может быть, девятый год. Музыкальный обозреватель, редактор программы, в том числе этой, покупает семь биткоинов. Ага. За какие-то смешные деньги. Ага. А потом выходит, последний на данный момент, альбом Daft Punk. Ага. Он говорит, ой, блин, мне не хватает, продаёт биткоин и покупает выпластинки. Всё. Всё. История, как человек не добрал себе миллионов. Хочешь... Сколько у него? Семь биткоинов? Было семь, да. Хорошо, окей. Ну, он бы миллион не получил, но... Ну, типа... Почему? Мне кажется, на пике там где-нибудь к миллиону подходило бы, нет? Нет, семьдесят, по-моему, был максимум. Сколько бы было? Нет, он точно доходил до 250, мне кажется, что-то вот в 200... Один биткоин, 250 тысяч долларов? Да, 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 он в 200 прыгал. А, серьёзно? Ну, опять же, поправьте меня, если я не прав в комментариях. Не знаю, может быть... Ну, вот тогда это было условно две пластинки. Доставь. Ну, сколько там, типа 40-50 евро. Ты же знаешь, да, когда ты там регистрируешься в цифровом кошельке, покупаешь биткоин и всё остальное, тебе обязательно приходят там 12 слов вот этих проверочных. Которые бы не забыть хорошо бы. Да, да. Ну, вот... Пробил, да? Я купил два биткоина, причём я опоздал очень сильно с тем, что когда их нужно покупать, я их покупал по 10 уже тысяч. Ну, и вот я их купил, и я просто, блин, забыл. Я, во-первых, забыл, в каком кошельке это было, в каком телефоне из моих старых это осталось. Я такой вспомнил, знаешь, лет через пять. Бля, я же покупал биткоины, точно. Так, а в каком телефоне это было? Так, вот этот или вот этот? Так, хорошо, если это... Да, блядь, какой кошелёк? Как он назывался? Ничего? Нет, я не могу не включить телефоны, а потом я переустанавливаю там новые кошельки на свой новый телефон и пытаюсь найти это слово. И понимаю, что этих слов нигде нет. Не в заметках, нигде. Я, короче, ну, короче, вот так вот я два биткоина подарил. Ну, это вот из серии истории. В Штатах же есть чувак, который заплатил за пиццу биткоин. Да, ну да. Они сейчас празднуют этот день, ну, то есть у них там Всемирный день пиццы, вот именно в тот день, когда он купил себе эту пиццу биткоин. Это, кстати говоря, прикольная история. Прикольный праздник, который вот случился просто событийно. Это прикольный праздник, да. Сейчас, понятное дело, что, ну, как сейчас, уже, наверное, второй год. Наверное, второй год уже, да, искусственный интеллект на повестке у всех. Понятно, что очень много обсуждений заменят, он кому-нибудь не заменит. С точки зрения музыканта, с точки зрения создания музыки, искусственный интеллект помощник или может стать злом? Не, помощник, конечно, помощник. А, и он станет злом, и он параллельно будет помощником. То есть будет все одновременно. Я слышал очень классную мысль по этому поводу. Искусственный интеллект, я понятен дело, что там возвращенный многими готовыми песнями, готовыми треками, делает тебе, ну, там, похожий трек. А если бы ему рассказывали, как создавался этот трек, то есть вот тогда бы было искусство. Условно, он тебе в любом случае сделает какую-то компиляцию или что-то похожее из того, что уже было. А что-то свое уникальное, это не получится. Там был конкретный пример артиста, по-моему, гражданской оборону. Есть история, что, значит, Летов собирал какие-то штуки там с радио, с телевидения и так далее, и потом из этого составлял какие-то плейлисты. Вот если бы не плейлисты, а какой-то там текст, песен. Если бы искусственный интеллект рассказали, вот как это происходит, тогда бы, может быть, музыка была действительно какой-то уникальной. Ну, ему рано или поздно это расскажут. В него вписываются промты, наверное, назовем это так, ежесекундно. И в любом случае, в какой-то момент он достигнет пика своего совершенства или не пика своего совершенства, когда он сможет совершенствоваться, самосовершенствоваться и уже будет предлагать вариации другие. Просто в чем, собственно, для меня преимущество человеческого рукоделия, скажем так, в том, что в этом есть ценность времени, твоего уникального подхода, это ремесло. И в этом есть история, твоя личная история. Соответственно, вот эти вещи, которые пока имеют ценность. В чем еще прикол? Это в том, что ошибки человеческие, их наличие внутри творчества, вот эта неидеальность, неидеальная шероховатость, она будет становиться еще ценнее и ценнее. Со временем, когда AI захватит все вообще максимально, вот эта шероховатость и неидеальность, которую я пропагандирую очень и в своей музыке в том числе, она будет иметь ценность по-любому. Потому что он не сможет так ошибаться, он не сможет, ну, он, конечно, попытается, но я думаю, что вот это будет тяжеловато ему делать. Искусственный интеллект не сможет перепридумать барабаны, как сделал Филл Коллинз. Мы про это? Ну, допустим, да. Очень часто какие-то инновации или какие-то решения, которые со временем становятся знаковыми, происходят просто потому, что ты ошибся, ты просто затупил, забыл, поставил чайник, не отключил, кипел, вот, нихуя себе, класс. Красивая картина получилась, сфотографирую, понимаешь? Вот эти вещи пока я не вижу, чтобы он в эту сторону плясал. Создание хита — это математика или чуйка? Это интересный вопрос. Ты знаешь, у меня свое понимание в создании хита. Где-то я вижу, когда я слышу, где он, это очевидно, попсовый, мне его хочется чуть-чуть исказить и сделать менее попсовым. Это математика, то есть это можно просчитать, но он тогда не будет, понимаешь, запланированный хит не будет хитом настолько, насколько может быть незапланированный хит. А незапланированный хит — это всегда, он не может быть математически просчитан. Он просто получается. Но он получается, когда ты, а, делаешь его искренне, б, когда ты делаешь его с изюминкой, то, что его отличает от всех остальных хитов. Неправильная нота, диссонанс, какое-то странное слово, какая-то странная форма. Ну то есть она странна ровно настолько, чтобы чуть-чуть отличить это от предыдущих хитов, но при этом это слушабельно или играбельно или как минимум повторябельно. Сейчас невольно вспомню Сашу с канала Longplay. У ребят есть мерч золотой секвенции. Я не смотрел это, но про секвенцию, про золотое сечение хитов я не смотрел, но оно наверняка есть. Есть последовательность нот, их сколько-то там, но наверняка там плюс-минус семь, которую можно проследить в любой хитовой композиции. Ну то есть берешь условно любой трек там Рубина или Мартина, скорее всего он сделан по золотой секвенции, скорее всего он стал там радиохитом большим. Такое себе, знаешь, Фибоначчи, да, типа в музыке. Ага, прикольно. Ну да, я не исключаю это, не исключаю. Если вы знаете про это, классно, вы молодцы. Если не знаете, ссылка в описании будет на канал Саши. Правда, хорошая история. И сразу делай омаж, готовясь к шоу-прослушке, я часто смотрю его выпуски. Возвращаясь к этой истории про хиты, ты говорил Кордеевой, что ты знаешь, как сделать хит. Да, и даже показывал, по-моему. Да, показывал. Ну, скажи мне, если делать много хитов, то получается, ну, будет пресыщение? Поэтому надо как-то ранжировать. Ну, конечно, будет слишком, ну, ты уже становишься, ну, как бы, это знаешь, как все время быть на пике популярности. Это невозможно. И да я не пожелаю этого никому. Когда ты пишешь новую композицию, есть амбиция стать условным трендсеттером. Ты понимаешь, что сейчас она не попадает в категорию хит, но с точки зрения потребительского спроса. Но ты хочешь условно навязать, чтобы люди считали, что вот теперь вот так пишется этот хит. я не буду лукавить, но, конечно, мне хочется этого. Мне хочется быть трендсеттером, однозначно. Но я не задумываюсь об этом изначально. Я гоню эти мысли прочь, хотя они появляются, просто потому что это несколько раз у меня уже получалось. И, соответственно, в какой-то момент я такой, так, ладно, давай не будем об этом думать. Оно как-то получалось, и все. Просто делаем, просто делаем. И сейчас, скорее, когда я пишу музыку, если позволишь, я немножко отойду в другую сторону. Когда я пишу музыку, мне скорее, вот когда получается трек, определенное ощущение происходит с моим телом. Оно что-то приходит. Электричество. Гусбампс, как угодно это назови, но оно будоражит так сильно, что я понимаю, ах, вот для этого я пишу. Вот для этого. И мне хотелось бы каждый раз, чтобы моя музыка не становилась трендсеттерской, а чтобы первично именно эти ощущения хотя бы у кого-нибудь произошли, когда они слышат мою песню. Или вот то, что со мной только что произошло, пожалуйста, произойди это с тем, кто это оценит так же. И для меня, наверное, самый прикольный комплимент это когда кто-нибудь разбирается, что я туда закладывал, и какие-то там сложности вдруг они там типа открыли. И такие, а вот этот момент, после вот этого, ааа, это так классно работает. Скажи мне, тебе важно мнение? Ну, то есть ты написал трек, записал трек, все там свел, тебе условно там нравится. Тебе важно с кем-то поделиться, кому-то скинуть, чтобы получить мнение стороннее? Конечно. Или ты только на себя? Нет, конечно, конечно, важно, да. И вообще, это моя проблема, потому что мне не бывает очень много разных, а потом мне сложно выбрать. Вообще, для меня, если есть выбор уже больше двух, лучше, я не знаю, лучше заснуть, проснуться и утро вечера мудренее уже не выбирать, потому что уже поздно. Потому что для меня выбор это очень сложная история. И вот когда есть несколько мнений, а их обычно именно столько, когда я разным людям высылаю, потом сложно определиться, с музыкой полегче. Если бы это касалось там, допустим, обложки для альбома, и у меня их четыре, и у всех разные мнения, все, пиздец, я не определюсь никогда в жизни. Я иду на помощь зрителям. Идешь делать пятую? Помощь жены, помощь жены. Ты показывал количество стихов, которые тебе написаны. Да. Будет сборник стихов? Просто безумно. Знаешь почему? Сейчас это опасно, потому что там одно стихотворение про Волгоград, второе про Харьков, третье про Кишинев, четвертое про Баку. Ну, то есть, либо же убирать, а они очень хорошие, кстати говоря, либо же там какая-то там типа политическая ситуация тоже, в тот момент актуальная, на который я рефлексирую в стихотворении, и, блин, мне кажется, надо подождать, мне кажется, надо подождать, как, собственно, я жду своим русскоязычным альбомом, который я писал в 21-м году. Именно из-за того, чтобы никого не травмировать, ну, в Украине, в первую очередь. Альбом, ты о нем уже говорил, альбом полностью записан, там есть мастеринг, все готово. Или ты его хочешь все-таки дорабатывать? Нет, мастеринг не готов еще, миксинг почти готов. Мы поэтому, собственно, не торопимся. Ну, а ты записал антлоязычный трек? Франкоязычный. Франкоязычный. Да, франкоязычный. Рассказывай, что там. Франкоязычный. Ну, короче. Да, мы не будем спалерить, слушай, ну, а как круто у тебя на французском получается. Да. Как ложиться. Да, я... Ты хорошо знаешь французский? Нет, я буду... Слушай, я сейчас учу язык, который не планировал учить, и живу в стране, в которой не планировал жить. Но я принял это всем сердцем. Ну, это очень вкусно легло. Ну, ложиться. Ну, я не пытаюсь тебе сейчас понравиться или льстить тебе. Просто очень пиздатало легло. Ну, то есть, прям гармонично, на мой взгляд. Бля, крутяк. Мы пытаемся сейчас достучаться до Страмая, чтобы он с нами фичерик сделал. Если есть люди, ребята, если есть знакомые со Страмая, пожалуйста, дайте ему знать, что мы его хотим. Мы говорим ему об этом уже. Ну, там же история, что он сам себе на уме. Да, у него есть лейбл. У него есть лейбл, но он выпускает. Я не знаю, выпускал ли он кого-то, других артистов. Мне кажется, что сейчас... Да, по-моему, выпускал точно. И у него, как раз, сейчас фаза неактивности. То есть, вот он опять поактивничал, вернулся. Сейчас, по-моему, опять ушел. Все там активности. Восемь тактов, господи. Когда-то уже написали все. Мы уже все сделали. Там просто для него место есть. Стиль. Да, вот. И я уже все придумал. Вообще, это песня про... Это моя рефлексия иностранца в другой стране. То есть, это автология. Ну, короче, я как иностранец, беженец. Я дальше размышляю с точки зрения всех беженцев, изгнанников, переселенцев, иностранцев на чужой стране. Не буду говорить выводы. Просто сами посмотрите, послушайте. Переведете, когда захотите. Я не знаю, когда релиз, потому что Франция, французский рынок, предполагает, да как и на самом деле любой наш, предполагает определенную стратегию, которая должна быть. У меня этой стратегии на данный момент нет. Я мог позволить себе без стратегии существовать в нашей аудитории, в нашей индустрии. А там так не получится. Там ты никто, звать тебя никак, и ты начинаешь все с нуля. Соответственно, лучше приходить со стратегией. А этой стратегии нет. У меня есть просто один трек, и я хочу снять на него видео, и на старых щах залететь с новым языком. Я не знаю, как это получится. Очень рассчитываю на то, что моя аудитория тоже будет это распространять, показывать и помогать, собственно, мне становиться на ноги там. Я вообще не парюсь, честно. Много людей узнают твою музыку? Ну, вообще, много людей знают во Франции и в Европе в целом твою музыку? Ты знаешь, я был на Амстердам Дэнс Ивенте недавно. Потрясающее событие электронной музыки, знаешь, фестиваль прямо разных людей, связанных с электронной музыкой, артистов, менеджеров, владельцев лейблов, или там рабочих. Я пришел на вечеринку Get Physical, очень прикольный лейбл, как мой друг мне сказал, он не сильно андеграундный и не сильно попсовый, как моя музыка. И мне очень он понравился, и я раньше его не знал. Но треки, которые я выпускал, некоторые я знал, кстати. И меня пригласили туда люди, которые сами на вечеринке этой не были, и они не пошли туда. И я прихожу туда, и я никого не знаю. Давно у меня не было такого, что надо втираться кому-то в доверие, входить в какой-то образ, рассказывать, кто ты, что ты, что достиг. И тут приходит спасение. Появляется девушка, очень красивая, молодая, смотрит на меня и говорит на английском. Иван, я ваша поклонница. Меня зовут Линда. Я не помню, как ее зовут. Я выросла на ваших песнях. Я выпускаюсь на лейбл Get Physical. И я бы хотела познакомить вас с Эйнаром. Я бы хотел познакомить вас с владельцами лейбла. И с диджеями, которые будут играть, и со всеми, кто выступает. Пойдемте под руку. И она меня берет под руку и вводит в это самый. Я такой, вау. Круто. Она из Литвы. Другая. Я встретила в другом месте. Тоже в Амстердам Дэнсуэнде. Тоже девчонка классная. Ее проект называется My Delete Later. Она, значит, из Латвии. И она тоже со мной на английском разговаривала, потому что она плохо говорит по-русски. Мы что-то попытались, но не получилось. Но она тоже призналась, ответила респекты. И выяснилось, что она... Я там был на мероприятии, которое называется Demolition. Где сидят... Это худсовет, который мы делали в мастерской. Только по-амстердамски. Там сидят тоже представители, лейблы, электронные музыканты, кто-то еще, редактора каких-то музыкальных изданий. И условный питонг, который руководит всем. Но это не питонг. Я забыл, как его зовут. И, собственно, они слушают Дэнки. 300-400 человек в зале. Супер популярные события. Все бегут со своими флешками ставить. И получают дельные классные комментарии. Хороший фидбэк сразу же на месте. Все кайфуют. Мы понимаем срез того, что сейчас происходит в музыке домашней. И это, блин, я прямо вспомнил с такой тоской мастерскую. То, что мы делали это там. Кстати, классный проект. Это можно делать онлайн. Это очень прикольная штука. Прослушивать Дэнки онлайн. Я вам сейчас говорю это. Если кто вдруг решит это делать, пожалуйста, позовите меня, как ведущего. И эта девочка... Сбросил? Я же сейчас буду сидеть придумывать. Я с этой девочкой разговариваю. Это классное шоу. Подумай об этом. Очень прикольно. Люди реально этого хотят. И там сидели... Значит, был такой момент. Так, ну у нас еще остается 15 минут. Мы можем послушать еще какие-нибудь демки. У нас флешек нет. Значит, если короче рассказать о том, что вторая девочка тоже поклонится. Она, значит, побеждала в этих демо... Демолишн называется. Вот этот худсовет по-амстердамски. Она дважды побеждала и познакомила меня как раз со всеми вот этими судьями, которые там сидели. Ему прекрасный разговор у нас состоялся. И так вот, знаешь, с миру по нитке я собираю какие-то очень приятные встречи, которые играют в итоге не самые последние роли в моей жизни, в моем становлении как артиста за границей. Я чувствую, что у меня есть очень серьезная поддержка. Потому что музыка моя вышла за рамки определенных границ. И даже, несмотря на язык, достучалась до щитых сердец, которые даже не разговаривают. Вот недавно у меня, допустим, в Бразилии девочка из Бразилии написала «Бразильянка», а она услышала мою версию целовать другого, который я еще с Беляевым делал в... Как это назывался этот проект? «Лаб». «Лаб», да, в «Лабе». И она такая «Вау, чувак! Как?» Я не знаю. Я уже потом перевела, я поняла, о чем ты поешь. Но в целом я поняла это просто сердцем. Так что спасибо тебе за музло. Я пошла дальше вскрывать твое музло. И оно потрясающе. Спасибо тебе. И вот таким вот образом время от времени ко мне приходит. И я понимаю, что... Блин, да у меня все шансы есть тихим, тихим сапом себе выпуская просто музло, выпуская, без, может быть, даже сложных стратегий, заиметь заграничную аудиторию в каком-то количестве. Достаточно, наверное, для того, чтобы даже потом турить. Ну дай бог. Ну вот это вот мои планы на ближайшее время. Я бы очень хотел. Как формировался музыкальный вкус? Ага. Мы обсуждали, ну, чтобы короче... Ну, короче, да. Да, что это... Ну, давай ты. Давайте без обид. Я хочу быть честным, искренним, и чтобы там страна не увидела моя конкретно в этом никаких политических, там, никаких-то других подтекстов. Но там была группа Нана, там был Газманов. А что-то еще? Знаешь, типа, какой-то шансон такой русский, потому что он доносился из колонок моего дяди из Нивы, когда мы ездили на рыбалку или еще, когда лето там у бабушки в Бирске коротало в Башкортостане. И параллельно, и параллельно, а, Валерия с этим альбомом, который... Это же офигенная песня. Объективная песня. А, подожди, это все еще первому же ее делал. Ну, не знаю, но это крутейшая, да, тоже, да, крутейшая у меня музыка была тогда. Вот, и потом... А, а потом я вскрываю для себя Шуру и, соответственно, Есенина, сам еще не догадываюсь, что это он. Потому что даже Hi-Fi меня не так вставлял, а Шура вставлял. Друзья, для контекста группа Hi-Fi никогда не пела сама, это все Олег Есенин, Новосибирска, и он же продюсировал Шуру. Да, 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 да. И... «Гости из будущего». «Гости из будущего». Первые два альбома, это же отрубашка. Первые два альбома, да. Но у меня не было их альбомов, то они были. Потом, значит, первая кассета «Танок на Майдане Конго» с рубым и не хип-хоп. Потрясающий альбом, который я просто до дыш заслушал и знал все текста. И говорил об этом, собственно, Танкан. Потом «Таркан». Две кассеты Таркана приехала ко мне из Турции, когда мама впервые приехала из Истамбула. Она привезла мне две кассеты Таркана и флаг «Галатасарая». С тех пор я стал фанатом Таркана и Галатасарая одновременно. И вообще Турции. Я очень люблю Турцию. Закроем сразу эту историю. В смысле, лучший трек Таркана, на твой взгляд. «Бугидже». Я не помню, как он называется. «В эту ночь». «Бугидже». «Бугидже». Это офигительный выпуск, чуваки. Я просто... «Бугидже». 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 Как потом получается, что Ваня Дорн становится трендсеттером с невероятным музыкальным вкусом? Может, это... Это история про Вайта сейчас будет? Или была какая-то промежуточная еще история? Что-то... А, про Диджей Вайта? Да. О, молод... Да. Да. Она предполагалась однозначно. А другая про Панайотова Александра. Ох ты, давай. Я хотел узнать, как петь, как он. Как сделать так. Он был моим одним из первых преподавателей. Мы вместе даже песню одну написали. Но не выпустили. Я ее пел на конкурсах. Собственно, он мне сказал, знаешь, как это надо делать? Ты берешь заграничных артистов. Крейг Дэвид, Марай Кэрри, Уитни Хьюстон. Хотя они все не отождествляются с очень прогрессивной музыкой. На то время для меня она была именно таковой. И других исполнителей, которые для тебя нравятся как вокалисты. И просто прослушиваешь их все время. На ночь ложишься и слушаешь, и слушаешь, и слушаешь. А потом днем ходишь и пытаешься это воспроизвести собственным голосом. Поэтому у меня был Boyz II Man, у меня были Уитни Хьюстон, Марай Кэрри. Я их всех слушал для того, чтобы пытаться петь. Мне, конечно же, этого не получилось, потому что, не знаю, может, я не так сильно старался, но Крейг Дэвид, он на меня сильно повлиял. И Lighthouse Family тоже еще был. Кайф, да. Если помнишь Lighthouse Family и ты какого-нибудь там песня, блин, Run, по-моему, не, не Run. Это самоизвестный. I wanna run Ну, у них еще один трек. Ну, у них еще один есть трек. И он, блин. И я тебе скажу, я сейчас его тебе сыграю, и ты мне скажешь, на какой из моих треков это похоже, потому что я, мне кажется, сам того не осознаваю. Дань отдал. Lighthouse Family. А пока Ваня ищет, напомните мне, муж Витни Хьюстон или Тины Тернер, Бобби Браун. У нас есть внутренний мемас. Я как-то сказал в выпуске, что Бобби Браун, муж Тины Тернер, и мне напихали. Да, 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 да. Зря ты так. Там сотни комментариев, которые говорят об этом. Ну, да, да, да. Не, я тоже, я помню, я у этого, у Сережи в программе, у Сережи микрофон. У Меза. У Меза, да, у Мезенцева. Я, значит, на санцена начал говорить, что это музыка Прокофьева. И вот эти все аквариумы, и вот это все, типа, лебеди, и вся вот эта его череда про животных. Я сказал, что это Прокофьев. И с такой уверенностью вообще вещал, что я потом, блядь. Да, а у меня просто, ну, короче, вот такие тоже были у меня. Вот сейчас я поставлю этот трек, и пусть они отгадают, с каким треком моим это пересекают. О, это хороший байт. Дружья, да. Да. А мы потом, из всех тех, кто догадался, давайте мы будем писать свои, пишите ваши ответы в первом закрепленном комментарии, ответами к этому комментарию, и мы чем-то разыграем с какую-нибудь классную штуку по этому поводу. Смотри. Чтобы еще было понятнее, что это за трек. Причем Рома бестселлер, его не знал, этого трека. И я ему его не показывал, когда мы делали. И у нас вот как-то само вспело, и типа, и флейта, потому что он ее себе купил, она у него была. И он мне показывал совершенно другой референс. Была такая же история у Харрисона же, по-моему, где он слушал радио, и это был долгий суд. Ах, блин. Я не помню, кто это зовут. Нет, у Эдширона, наверное, нет? Нет, у Харриса. Это был очень долгий суд, он что-то шел лет семь, по-моему. И там был прикол, что его обвинили, что в плагиате, он говорит, да я не слышал эту песню. И скорее всего, потом выяснилось, вот в конце суда, он проиграл этот суд, но в итоге потом разрулили, что он скорее всего по радио где-то услышал, и невольно, когда писал свой трек, скопировал там, типа, мелодику, гармонию. А прикинь, мы сейчас выпустили. Вообще такая очень скользкая дорожка рассуждения по этому поводу. Да не, не прилетит, осознал, это ого, ни хрена себе. А там среди догадок, кстати, не было этого трека. То есть среди комментариев все сравнили совершенно с другими песнями. Вот мы сейчас проверим, насколько у нас отличается. Да. Я не могу не спросить, покажи мне свои свежие заметки. Я объясню, о чем я говорю. Я привык, как человек, который занимается так или иначе журналом, я пишу заметки текстом. А Ваня делает это голосовыми сообщениями в диктофоне. Я это подсмотрел и впервые. Опять же, мы сегодня делали много референсов в интервью Ване с Катей Гордеевой. И я уверен, что за это время интервью уже прошло года два, почти, да, почти два года. И зашло там какие-то заметки. Да. И я хочу посмотреть, как спустя время что изменилось. Ну вот. День следующего образца. Первый, который сегодня успел фиксировать, пытаюсь сказать. Значит, первое, это то, что, блядь, эта женщина ходит в доме в свете. Она набилась, она держит некий бокал, и она хочет, она хочет меня поснимать. Хотя она следит за персоналом. И сегодня начинается четыре, начинается четыре красавчика с причесочками, очень серьезные лица, делают все взвешено, разговаривают с улыбочкой. Просто, как на подборце, пацаны, разворасывая. Один больше, как Югослав какой-то выглядел. Как выглядели Югослава, но почему-то к его лицу это слово подходит. Как вот, Югослав с бородкой. Вино. Вито. Он окажется на него. Он филипфичивает пальцы на ладонях, делая это, как дворянская, знаете, он покачивает головой и понимающий, и очень тепло смотрит на женщину, которая напивается, хочет меня снять. Она? Ну, в общем, это кайф. Это при том, что я какую-то идею хотел. Расскажи мне, пожалуйста, про клип «Во сне», который был в 19-м. В 19-м снимали в Алма-Ате? О, да. В 18-м году мы снимали ее, ну, под Алма-Атой, мы куда-то уезжали у нас. Да. Часовая или двухчасовой был переезд. Шишкин, Макс. И это, по-моему, его была вторая или первая, вторая работа, может быть. Вообще, Шишкин, кстати говоря, вместе со мной впервые за камеру взялся. Ну, как профессионально, потому что мы для JBL что-то снимали, какой-то там, типа, муд-видео нужно было. И он тогда мне признался, что это его первая работа. Макс, тебе большой привет. Макс, тебе огромный привет. Ты же знаешь, Макс уже кино снял. Ты же снимаешь, он еще делает, до съемки какие-то делает. Да, 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 я жду, я жду. Макс, я жду ссылочку закрытую для любимого артиста твоего. Да, я ему позвонил, когда во сне хотели снять и говорю, слушай, есть такой трюк, вот хочу вот этот трюк, а вот все вокруг уже ты сам придумываешь. Но я хочу, чтобы было вот конкретно вот эта история. И опять, не буду скрывать, меня на это вдохновил мистер Уазо в клипе с там, где Фаррел Уильямс у него снимается. И это все. Продолжение. Потому что там идет как бы развязка, развязка, развязка. Очень интересно, опять с его вот этой куклы известная. Я забыл, как ее зовут. О, Зоня, не помню. Да, я тоже забыл. И, значит, потом в какой-то момент все кино превращается в какой-то обычный, просто уставляется на кадр, на кассету, и показывается эта кассета, она просто играет и идет трек. И все, больше нихера не происходит. Я такой, вау, красавчик. И я подумал, что сейчас это будет прям, знаешь, такое еще, это может иметь еще двойное дно, потому что в нынешнее время это не просто пиздоватость какая-то, а это еще и намек на то, что мы немножко забыли вообще, как это слушать музыку. Нам нужны дополнительные финтифлюшки, блестки и все остальное. Ну, как будто бы еще и 18-й год, это год, когда винил снова стал велик. Да, и начал. Вот это уже, наверное, года два, как появилась какая-то такая общая мода на возвращение винила. Ссылка будет в описании на это видео, вы его посмотрите, поймете, о чем мы говорим. Ну, однозначно, не просто так винил там. Конечно, он вечный, и он намекает на то, что хорошая музыка должна слушаться, не смотреться, для того, чтобы дать воздух, может даже закрыть глаза, и дать воздух собственному воображению, помечтать, полетать. То, как я делал это в детстве. Кассета, плеер, наушники, закрываешь глаза, и все, ты видишь, и просто воображаешь, летаешь. А сейчас у тебя забрали эту возможность, потому что твои глаза, ну, они заняты, и, соответственно, твое воображение почти не работает. Оно, за него все делают, за него все пережевывают. А это, это такая атрофированность, не знаю, атрофация, назовем это так, происходит. Воображение, которое крайне важно. Я детям всегда ставлю своим музыку просто слушать на ночь, чтобы они имели подобный опыт, который имел я, и воображали. Но ты им еще рассказываешь какую-то предысторию, чтобы им больше картинки, картинки. Ну, конечно, да. Я стараюсь, да, да, да. Я не буду лукавить, я ставлю и клипы тоже. Мы иногда делаем там вечер просмотра там Фаррел Уильямса, или вот сегодня мы знакомимся с Марком Ронсоном, или еще с кем-нибудь, вот у нас по пять клипов, давайте там самый лучший. И это бывает. Но в основном они засыпают у меня под пятницу, Крюанг Бин. Я счастливый человек. Я был на концерте Сана отдельно, на концерте Сережа, на концерте Сережа Бабкина и на Риене. И на пятницу. Я три концерта застал это просто... Я не был на Бабкине, я был на Запорожце, это часто был у него гостем, но на Бабкину меня приглашал Сережа, но я не смог. Но, собственно, я сокрою еще этот вопрос, мне кажется. Я был на Мадонне. Я тоже. Да? Женщина, какая ты женщина. На каком концерте? Я полетел, короче, история. На двух. Ну, ладно, лучше. История. Я сижу дома, вижу, что концерт Мадонны 4 января, со 2 января она стартовала. В Алматы? Нет, это был 2020 год. Ага. Я такой, блин, захожу в билеты. А, отлично. Леты, мягко говоря, дороговаты. Я такой, ну ладно. Проходит два дня, ко мне приезжают друзья, я просыпаюсь, рядом сидит кореш и сильно ржет надо мной. Я говорю, что происходит? Он говорит, сейчас поймешь. Я беру телефон, и у меня очень много денег нет на карте. Очень много денег. Я говорю, что произошло? Говорит, история. Я допиваю с горла какой-то там, значит, алкоголь. Говорю, блядь, трезвым я это не сделаю. Покупаю билет на второй ряд на Мадонну в Лиссабоне на Мадам Икс. Я на этом же концерте был, да. Охренеть. Только в Париже. И это, конечно... И это был пиздец. Вообще. Абсолютно. Абсолютно. Значит, как я прочитал этот концерт? Во-первых, ты же понял, это было камерное. Для нее это было очень камерное заведение. Ну, вот такого рода... Я не знаю, как... Да, там... Там тысяч человек максимум. Ну, да. В Рексе три, ну, да, две, да. И она делает это умышленно, потому что она хочет быть ближе к своей аудитории. Потому что когда это огромный-огромный зал, как последний, да, концерт, которым она была... уже вернулась, как бы в обратное, отмотала. Она не чувствует аудиторию так, и ее аудитория не чувствует так, как это происходит вот в таких более камерных условиях. Поэтому она делала 16 подряд, но вот по две тысячи человек. Да. И она с ними вот так вот общается, она видит их в лицо, она понимает, как выглядит ее слушатель. А они видят все ее морщины, они чувствуют все эти дрожь в голосе, чувствуют каждую эмоцию, которая на большом расстоянии не увидится, знаешь, вот это движение микро... движение брови или чего-то. Это потрясающе. В Париже делала прикол с полароидом? С полароидом, конечно. Да. Расскажи ты историю, как она это. Значит, она... Это был аукцион, и она эти деньги, я не знаю, куда-то там на какие-то помощи тоже отправляла. Ну, значит, она сделала фотографию, она, по-моему, раздвинула ноги, сфоткала. Не, у нас не так. У нас она выходит, там же чехлы, телефон в чехлах. Она выходит и говорит, типа, чуваки, хер вам, а не фотка, но фотка будет одна только с концерта. А, да, да, да. И у нас она встает, типа, с элфаком и делает, типа, вот на вытянутых руках, и там кто-то как-то... Она у нас вот так вот раздвинула ноги, вот так вот села и просто сфотографировала вот эту часть. Прикинь? Кайф. Да. Вообще. Подняла очень большую сумму. Я не помню, но там... А, ну, что-то... Ну, до 10 тысяч. Прикол. Я сижу, у меня, значит, какое-то количество карт. Ага. И я... И ты такой... Мам, прости, мам, прости, не смотри эту вещь. Я с вами это не сделаю. Я был в казино до этого. И у меня в кармане нал. Класс. У меня есть, суки, две или три. Вау. Начинаются торги. Я такой, типа, так... Ну, в целом, я морально вот за такое точно готов отдать. Ага. И где-то на этапе я поднимаю, типа, две с половиной или что-то две двести там было. Ага. Она считает. И на три, сука, вот там, как будто вдалеке, кричит, типа, десятка. А у меня нечем перебить. Ну, да, да. Приходит чувак и, значит, и говорит, блин, я приехал из Бразилии. Я сейчас, говорит, у меня не было этих денег. Я просто корешами. Я собрался всех. Вот мы, типа, вместе собрались. И вот он это. Он говорит, а ты хотя бы мой поклонник. Говорит, ты что, ты же королева. Я там тебе ноги готов целовать. Он говорит, смотри, ты, типа, не продай где-нибудь там на аукционе. И он забирает. Реально у чувака слезы. Он там доволен. И это, конечно, шок. И я был, понимаешь, а у меня в голове такой сука. Ну, я в шаге же был от тебя, чтобы тебя пощупать просто. Бля, круто. Такая история. Я еще, знаешь, о чем подумал? Подумал о том, и, по-моему, так у нас и было. А может быть и нет. Это просто красивая такая сказка. Она, значит, набивает цену, набивает цену, выходит вот такая вот тоже слезливая часть. И она говорит, да, бери просто. Прикинь. А я, кстати, не знаю, забрал ли мне деньги или нет. Я тоже не знаю. Бля, если бы так можно... А прикинь, да? А ты такой, забираю. Я благодарю тебя. Ты меня ценишь очень высокого баба. Так что, да, Мадонна, я был на Легенде дважды. Это потрясающая женщина. И сегодня тоже я с утра слушал Мадонну. Концерт, на который ты очень сегодня хочешь попасть, но еще не был. Я Шаде. Я хочу на Шаде. Бля, как мы тут вообще? Вообще 100%. Вообще 100%. И еще один коллектив, если знаешь, Стериолаб. Он такой бы для больших затротиков. Его не все знают, но он такой глубоко уважаемый, многосэмплируемый, особенно битмейкерами типа МФ, Дума какого-нибудь, Модлиба, Акьютипа, они все сэмплировали Стериолаб. И это... Вот я вам прямо свой сокровенный ящик открываю и делюсь с вами этой группой. Послушайте, пожалуйста, The Flower Called No Way вот там вот, вот там, собственно, в Стериолаб. Это их один из самых лучших альбомов. Мы с тобой обсуждали фон Батархан Шукенова, и они совместно с Алматы галерея делали проект Унакурда, где поставили невероятный сетап за сильно много денег. Я потом покажу тебе просто, что там этот. И было прослушивание винила, были лекции музыкальные, были лайв-концерты. Мы в том числе там слушали как раз-таки пластинку мы вдумаем. Один из них был Шаде, ты, конечно, сидишь, и у тебя просто отвал башки и мураши идут во все стороны. Это крутая штука. Класс. Ты знаешь, мне рассказывали про одного этого сам предпринимателя в Лиссабоне, украинец. Он приехал туда и вот сейчас как бы переформатировался. Про него ходит легенда, но я очень хотел бы к нему попасть на чай. Почему? Потому что он чай развозит своим микроавтобусом, переделав чай, он приезжает на точку и раскрывается как футрак. Только там чай. Но он также вмонтировал туда классные колоночки и у него есть виниловый проигрыватель там на месте. Он супер меломан. Это у него прямо не винил, а ископаемые какие-то, которые он как бы ставит во время чайпития. Значит, он своей коммуне пишет заранее смс. Сегодня приезжаем вот туда на таком-то берегу, на таком-то пляже. Мы собираемся, я приезжаю и мы будем слушать музычку и пить чай. И паломники просто за ним приезжают. Большая аудитория, не знаю, ну допустим, сто человек для того, чтобы попить чай где-то вне. Вот они все приезжают, они все садятся, он раскрывает, значит, наливает всем чаёчек, рассказывает про эту виниловую пластиночку и ставит, и главное правило, когда он, они все пьют чай, никто не разговаривает, они слушают эту музыку. Это вот то, о чём было во сне, понимаешь? Вот то же самое, только, и я подумал, боже, какая прекрасная, какая прекрасная жизнь у чувака. Вот такой вот там, да, это немножко отшельнический, конечно, там типа, я не знаю, какая жена согласится на то, чтобы жить с чайменом, знаешь, но да, ну я думаю, что он там в какое-то время свободно делает серфинг, может быть, ещё какой-то фрилансер в IT, в IT сфере, ну вот, вот эта история просто супер. Я бы очень хотел тоже в какой-то момент превратиться, наверное, в такого агида музыкального. И, кстати говоря, вот что знаешь, вот мне сейчас это в душе даже больше в какой-то степени отзывается. Почему я не делаю сейчас публичные концерты? Потому что я, знаешь, в какой-то степени устал петь собственные песни старого образца. Я переделываю их уже тоже так много раз в разные, в разные жанры. И я просто немножко хочу от этого отдохнуть. Новый альбом я не могу выпустить, соответственно. И мне сейчас очень близко и мило диджейнг. Я делюсь музыкой, которая для меня близка. Я создаю настроение и обогащаю тоже их музыкальные вкусы. И я не скажу, что я прекрасно там свожу или что-то еще, но подборка моих треков достаточно неплохая. Это зависит, конечно, от настроения. И вот это в какой-то степени, наверное, пересекается с вот этим Чайменом на треке, который разъезжает. Потому что ты тоже делишься музыкой, делишься настроением, откапываешь какие-то интересные вещи. очень интересно наблюдать за тем, как на контрасте работает вообще. Вот что-то такое, ахуякс потом Бриджит Бардо какой-нибудь трек. Знаешь, я тебе сейчас поставлю. Блин, это... Слушай, а давай мы, знаешь, что сделаем? Я прошу тебя составить плейлист к этому выпуску. О-о-о-о, суперок вообще, класс. И мне кажется, что кайфанут все. С удовольствием, офигенно. Давай. К вопросу о виниле, сколько у тебя пластов? Ну, слушай, у меня вот, смотри, вот такие вот ящики, да, вот такие, вот такие. Это вот эти эти? Это сверху, взгляд сверху. Так. Ты же вот так опускаешься, вот они заполнены у меня, ну, наверное, штук пять уже точно есть. Ну, то есть, плот состоящих таких винилов. 350-500 примерно. Да, да, где так. Ну, то есть, это не супер, это не 10 тысяч, не все, но я прихожу, четыре часа в виниловом магазине, минимум стоя, отслушиваю всю полку, которая там мне интересна, там, новых релизов или старых, которые там у них есть. Еще пытаешься с ней у них там, типа, выпростить. А что-то у вас есть по-любому для таких, как я. Покажите мне. Я сейчас был в Баку, там всего два магазина, в одном было 12 пластинок, во втором чуть больше. Я проторчал во втором часа полтора, взял себе, Шанкара, и взял себе «Удивишься» Таркана. О, класс! Крутяк! Самая дорогая по стоимости пластинка у тебя в коллекции? О, ну, наверное, это не моя, это мне подаренная, вот, Майкла Джексона, как раз вот это какая-то, уже после смерти, Golden Heat, все остальное, это прям как подарочные наборы, люто мне его подарила, по-моему, да, и вот он, наверное. А самое ценное, но и дорогое сердце, не по стоимости, а вот что-то типа, вот это прям. Лучшая находка Диггера? Блин, ну, это стереолаб винил, стереолаб, наверное. Ну, просто потому, что это очень близкая моему сердцу группа, и вот такие вещи, я очень благодарен, что они делают Ри Ищи, а может быть, это, кстати, и не Ри Ищи, хрен его знают. Ну, в общем, да. Когда у твоих детей спрашивают, кто их папа, что они отвечают? Я не знаю, я не знаю. Я думаю, что они говорят, что он артист, музыкант, диджей. Я не думаю, что они говорят, известный человек. Ты хочешь, чтобы они стали популярными артистами или не желаешь им такой судьбы? Хочу. Я хочу. Я бы хотел, чтобы это был, вообще, знаешь, это семейный такой проект, не проект, чтобы у них получилось по-семейному. Вот то, как у них сейчас ладится, как у брата с сестрой, так, чтобы музыкальный, по музыкальной части, знаешь, как у Беляли, лишь ее брата, забыл, как его зовут. Собственно, вот то же самое потенциально может выйти у моих детей. Они получают образование, и я пока не сильно ударяюсь в то, чтобы обучать их там продакшену, но я буду это делать однозначно. Пока просто знакомлю их там поверхностно с этим всем. И мне кажется, что они друг друга могут дополнять, потому что Василиса прекрасно выходит уже доставать какие-то хуки из своей головы. Она хитмейкерша. Я это прямо уже вижу. Она обожает корейский поп, и это сказывается на ее всем, в том числе, на том, как она сочиняет. А Иван, Иван, он потенциально очень хороший композитор. И я это тоже чувствую. Не то, чтобы я хотел бы так, чтобы известность у них была такая большая, но я бы хотел, чтобы они точно в этом достигли успеха. Для самих себя, в первую очередь. Ты ходишь на терапию, психотерапию? Нет. Мы с тобой за кадром говорили, что выступая на конкурсах, к тебе подходила мама и сразу говорила тебе про ошибки. Да. Это сделало тебя сильнее? Конечно. И супруга тоже об этом все время говорит. Она тоже... Сейчас реже, потому что у меня вообще редко сейчас интервью бывает, но когда... Раньше ты находишь супругу по подобию собственной матери. И вот в этом случае они точно совпадают, потому что она тоже мне часто говорила всякие вещи, там, не то сказал, не то сделал, это так, это уже... И... Да, конечно, это имеет свое влияние. Вообще, я... В первую очередь, почему? Потому что вот если с мамой, да, я был готов к критике, у меня к ней уже была определенная толерантность, и я знал, как с ней быть. И когда там я встречал комментарии, какие-то вещи, типа буллинга, я не относился никогда к этому серьезно. Если это серьезный, дельный комментарий, я его всегда увижу и распознаю из тысячи. И пойму, да, почему вот этот меня цепляет. Почему? Потому что он самый обьет сердце. Такие вещи, типа, клоун, долбоеб, поменял шузы, переобулся, проститутка политическая, там еще какие-то... Нет, потому что у меня есть философия, я каждый свой поступок могу объяснить. А там, где не могу объяснить, там найдется хороший комментарий, на который я обязательно увижу и я пойму, в чем... Или как минимум задумаюсь, да, в чем я был здесь неправ. и попытаюсь либо парировать его, либо не смогу и приму к сведению. Такое бывает. Но это никогда не было для меня травмой. То есть это не драма для меня. Именно потому, что я закалился вместе с мамой и ее комментариями, сразу же спускаясь со сцены, я сразу же встречал в лоб. На, ты сейчас, тут не так, тут не так, ты, блядь, забыл, тут рука, тут улыбнулся, блядь, я же тебе говорил, пошел направо, как ты здесь пел, блядь, почему вот здесь тут хорошо, почему здесь... Так, хорошо, хорошо. Подышали, успокоились. Вот, собственно, я считаю, что это не всем подходит, кстати говоря. У кого-то есть изначально в ДНК расположенность тому, чтобы воспринимать это так, а у кого-то нет. У меня была усталопка изначально такая. Все, что не делается, все к лучшему. Понимаешь? Это, знаешь, это такой иммунитет сразу же получается вот к любой хуйне, которая в твоей жизни происходит. Я как-то слышал версию... Я считаю, вообще, я заклинаю вас иметь всем этот девиз по жизни. Мне его мама сразу как бы говорила, всегда, говорит, блядь, ты что ты паришься? Все, что не делается, все к лучшему. Ну, сделай выводы и иди себе с этим дальше. У меня есть своя версия этого. Я это называю... Я это спиздил, где-то у кого-то услышал, мне очень понравилось, что фраза «все, что не делается, к лучшему», она немножечко оптимистичная. А вот, если ее перефразировать «все, что не делается, так должно быть», она, по сути, то же самое, только без лишнего флера оптимизма. Мне почему-то так это понравилось, такой, блядь, он да. «Все, что не делается, так должно быть». Да? Тоже? Да? Да? Любовь... Мир, который ебнулся, ну, сильно ебнулся сейчас. Ты знаешь, искренность спасет мир. Это, наверное, в какой-то степени тоже часть любви. Любовь — это совокупность определенных вещей, самопожертвования в том числе. Есть же страсть, и это тоже часть любви на самых первых порах. А страсть может и погубить. Может сжечь. У меня тоже такие вещи были. И я понимаю, что вот на стадии на стадии, знаешь, такого спокойной любви, принятия, понимания, всепрощения, вот эти вещи, наверное, спасут мир. Искренности. А, эти то. И если их понимать как часть любви, то, наверное, да, любовь спасет мир. Но я бы все-таки настаивал на том, чтобы акцентировать на вот отдельных вещах понимание, прощение и искренность. Вот эти вещи спасут мир. У Биг Бедера есть фраза, что любовь живет три года, ну и одноименная книжка. Ага, да. И ты прав. Я с тобой согласен с тем, что страсть – это часть любви, которая, собственно, это вот по первые три года, наверное, все-таки страсти есть. Да. Как спустя много лет заново влюбляться в своего партнера? Ага. Тут надо научиться слышать и всматриваться заново. Потому что меня немножко бесит какие-то, знаешь, типа, вот, допустим, я думаю, что мою супругу тоже. Когда ты, получается, типа, смотришь на новое положение, да, старыми, на старых щах еще, типа, ну, типа, ой, я знаю, да не говори, ой, да я уже тысячи раз было тра-та-та-та-та-та. Мне кажется, что единственный вариант, как можно пересоздавать и перепридумывать друг друга и перевлюбляться друг в друга, это давать шанс и зазор на то, что мы все-таки меняемся. И вспоминать еще раз, почему мы вместе, за какие вещи я конкретно тебя люблю. И есть ли они у тебя сейчас? И если их нет, то, может быть, я их просто не вижу. Я их, это, знаешь, как уже баннер-блайнднес. Когда ты, типа, смотришь на баннеры как на рекламные сайтах, и ты, как бы, уже, типа, уже просто не замечаешь. Хотя они вот перед глазами. И мне кажется, что, ну, как бы, ну, просто нужно вспоминать, почему, за что и давать возможность меняться. И, блин, это сложная тема, на самом деле, скользкая. Я не, я сейчас могу в порсак попасть и вернуться уже разведенным. Вань, последний вопрос. Давай, давай. Есть ли вопрос, на который ты очень хочешь, хотел, может быть, или хочешь до сих пор ответить, но никто, блядь, не задает? Ну, то есть, другими словами, о чем бы я хотел сказать, да? О чем бы я хотел рассказать? Да нет, наверное. Нет такого. Ну, точнее, это тоже ответ, но нет у меня ничего такого, о чем бы я хотел рассказать, но меня об этом не спрашивали. Но вы спросите, вы спросите, а я, может быть, отвечу в Ютубе. Тогда это был не совсем последний вопрос. А, отлично, давай. Вот тебе мой последний вопрос. Я когда придумал историю с «Назови сантрак своей жизни», это была вторая версия. В первой версии для себя я это формулировал «А если завтра миру пиздец? Под какую песню я хочу, чтобы он случился?» И в моей голове ответ был Space Monkey Брэйна Молко. Я настолько загнался, что я эту песню не слушаю в самолетах. У меня есть легкое желание летать. И мне это представляется, как летит, ну, то есть, летит какой-нибудь метеорит мне на Землю, я это смотрю. И вот я хочу, чтобы, блядь, Молко мне вот напевал эту песню. Так, это по-любому должно быть что-то очень, очень, очень радостное. Но такое, знаешь, искренне радостное. Не просто веселье, в котором есть классный груб и веселые аккорды, а так, что оно тебе прямо в радость, потому что я бы не хотел в печали это все встречать, потому что, знаю, я бы уже подготовился, точно бы готов был типа к этому мигу столкновение, что-то, не знаю, сгорание какое-то. Я думаю, что это может быть... Да, давай. это будет Д'Анджело. Он называется I would never betray my heart. И слова там прекраснейшие. Но если вкратце, я никогда не предам свое сердце. I would never betray my heart. Я думаю, что как вывод, как вывод, это будет перед моими глазами. Я буду стоять и смотреть на приближающийся метеорит и точно знать, что я в своей жизни как минимум не предал свое сердце. Ну, может быть, пару раз. Блядь, такую лирическую концовку записал, а потом смазал. Друзья, это было шоу разговоры. Это был Вайн Дорн, это был Сергей Штоль, главарет журнал «Эсквайр». Спасибо, что смотрите. Поставьте лайк или дизлайк этому видео, напишите комментарии, подпишитесь на канал так, чтобы стоял колокольчик, так вы будете первым узнавать об этом видео. С меня плейлист. Да, да, будет плейлист в Ане обязательно. Блин, ну, в общем, вы все сами видели, все сами слышали. Спасибо, что вы с нами. Пока-пока. Спасибо. Спасибо тебе, очень хорошая передача получилась. Спасибо. Это не победил Иван. Спасибо. Офигенно.